Белый ягнёк Мать чёрная Мать чёрная и бараны все были чёрные Что интересно Бывает такая комбинация генов Бывает такая просто невозможная комбинация генов При которой совершенно неизвестно откуда появляется вот так вот Поэтому в племенном хозяйстве отслеживается в трёх поколениях Я уже однажды говорил об этом Мать Мать Матери-мать И матери-матери-мать Вот так вот Отец-отца-отца Вот так вот Или отца-отец-матери-матери Почему? Чтобы исключить латетные спящие гены Которые могут привести к ухудшению продуктивности животного То есть исключить даже теоретически возможную комбинацию генов Которая приведёт к ухудшению хозяйства полезных признаков Об этом мы говорили в отдельном видео Мы когда-то говорили Ссылочка будет вот здесь наверху Так, Ирайгий Исаевич, рассказывайте Где мы сейчас находимся Что это за точка Что здесь за животное Значит, это вот эта точка, которая была куплена нами Впервые была куплена 2000 В первом году Тогда ещё крестьянское фермерское хозяйство Было куплено Это первая точка Это стартовая, как бы, точка Отсюда пошёл Волгоград и Гибрай Да, отсюда он и пошёл И первый чабан, который здесь, старший чабан Заведующий вот этой точкой Был вот Саламов Шахбан Саламов Шахбан И сейчас он не чабан Сейчас он уже пошёл на персию Работа теперь два его сына Один на этой ферме На этой точке На этом комплексе Другой отсюда километров там В шести На другом комплексе А второй вот он стоит Который работает там Вот он Так И сколько Сколько животных здесь В управлении Этого чабанов Здесь у вас сколько голов? 700 Это он Шамиш знает на его 750 где-то Да, где-то 750 750 А у Шамхана Где-то 780 780 От 700 до 800 голов Справляетесь? Конечно От 700 до 800 голов Каждой отаре Каждой отаре 700 до 800 голов Да, да, да Ну, иногда чуть может превысить Так, а здесь вот Игнята, они Когда родились Вот которых мы здесь видим У них аккод начался 20 марта 20 марта Да Сегодня какой у нас? 14 14 14, да, уже? Ну, у них практически Голов 100 стоит еще Не обегнившихся И все обегнилися Плановые Одновременно Смотрите, что интересно Один и тот же В общем, чуть отойдет То эти взгляды, видите, смотрятся как одинаковые Это говорит о том, что они сучку пришли единовременно Почти все поголовье А это уже говорит о том, что оно было в хорошем состоянии к моменту осеменения Все поголовье Так, и когда они пойдут в общую отару? Все тогда пойдут? То есть, я сейчас ответил на этот вопрос А продолжу предыдущую мысль, что они смотрятся одинаково все ягнята И в сучку пришли, как свидетельство этому, что в сучку овцы пришли в октябре в хорошем состоянии Они физиологически упитаны, с хорошей упитанностью То есть, теперь, по истечению 6 месяцев мы можем даже по состоянию ягнят Сказать, как человек, как старший чабан здесь работал Качество его работы определить в сентябре, август, сентябрь, октябрь Прошлого года, как он работал, мы уже можем Только и сейчас мы можем определить по состоянию ягнят То есть, не обязательно присутствовать, профессионалу Не обязательно присутствовать каждый день над чабаном стоять, как он работает, проверять Это проверяется на результатах То есть, на состоянии ягнят, на упитанности, на их живости Как они себя ведут и так далее Они пойдут, вот отвечая на вопрос Отбивка у нас будет в августе, когда ягнят исполнится 4 месяца Там плюс-минус 15 дней Это будет август Это будет август? Да, 20 марта Апрель, май, июнь Июль и со страховкой, вот начало августа Все плановое Раз мы единовременно отобьем Небольшая часть окатившихся Останется процентов 15 еще Надорашиваем среди маточных поголовьев Остальные будут отбиты И разъединены на яра и баранчиков То есть, ярки будут отдельно, баранчики отдельно Сколько себе это будет оставлено для увеличения поголовья? Мы оставим, баранчиков мы обычно оставляем процентов 30 Выбираем самых лучших Баранчиков выбираем самых лучших Остальных мы сразу продаем на убой Из оставшихся 30 процентов, это где-то 500 голов Они остаются и переходят через зиму Мы проводим у них бандитировку Сначала предварительно 4-5 месяцев Потом летнюю 15 месяцев И окончательную Летнюю называется промежуточная И окончательную 18 месяцев Оцениваем экстерьер Оцениваем продуктивность Вес животного Его упитанность Экстерьер, я уже сказал Ну, экстерьер что такое? Это высота холки Длина туловища Обхват груди И даже мы проводим замеры Обхват запястья То есть, толщину кости мы определяем Это методика, разработанная Профессором Магомановым Тарам Амхатович Это профессор Тимиряевской академии У нас есть специальные линейки Там циркули и так далее И проводим бандитировку И потом из этих 500 голов Оставленных Мы будем отбирать Еще дополнительно То есть, мы их процеживаем Если так можно выразиться Несколько раз Да сколько будет оставлено-то На увеличение в уголовье А ярых мы оставим всех Процентов Ну, не всех То есть, всем Они все практически будут Соответствовать полимедным стандартам Вот, заметьте Что на ягнятах Висят бирки На левом ухе И ягнят висят бирки А у некоторых, у которых нет Которые отличаются Матери Отличаются Особо высокой продуктивностью Мы делаем электронные чипы Вот, у которых нет бирок Там сидят электронные чипы Которые особо ценные животные Вот И теперь Ярых мы Может быть, процентов 3 По различным причинам Может, мать болела Может, была низкая Молочная продуктивность у матери Или старая была матка Они бывают Не поспевают Мы их продаем Как товарных Ну, процентов 3 Иногда 2% может быть Вот Остальные Все соответствуют Племенным стандартам И Значительно Превышают даже Эти стандарты По едебайской породе И мы обычно Оставляем себе 30% 30% От маточного поголовья 30% От маточного поголовья Например, у нас Маток, допустим Например, 5000 Если мы будем Оставлять 20% Это будет Простое воспроизводство То есть Количество Маточного поголовья Будет стоять на месте Это называется Простое воспроизводство Потому что От 30% Уже 10% Каждый год Мы будем наращивать Это происходит Почему? Потому что Овцематка Рождает Овцематка Происходит В 6 раз То есть 6 лет Потом Эта овцематка Это поголовья Выводится Из хозяйственного оборота Ставится на откор И продается на убой Теперь 6 раз 6 раз Значит Одна шестая Одна шестая часть Ежегодно Выбраковывается В среднем Из общего стада Одна шестая Поскольку 6 окотов В среднем Она выводится Но ввиду того Что иногда Даже молодая Выбраковывается Или ногу сломает Или Легкие Что? Само Или Например Легкие болели У нее Или по каким-то Другим причинам Была даже Потерялась Или там Была даже Волки задирали Раньше у нас Вот Выводится все-таки Не одна шестая А в среднем В среднем Уходит Одна пятая часть То есть 20% Уходит Ежегодно Из матовщих поголовья И мы Таким образом Возмещая 20% По отношению К матовщиному поголовью Мы бы Занимались бы Пастым воспроизводством То есть Количество Как я уже сказал Сохранялось Но мы Немножко наращиваем Каждый год Наращиваем Поэтому Мы оставляем 30% От матовщиного поголовья Сохраняем 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 Продолжение следует...